Вообще, на самом деле, наш язык, он сейчас очень беден. У нас же не только Деванагаря было, то есть некий проязык, а ещё был Сензар. Сензар — это язык мироздания, природы. Яркий представитель Сензара — это слова, которые несут не просто смысл того слова, даже аббревиатурный смысл того объекта, который обозначает это слово, а именно его повторяет. Например, кукушка. Теперь вспоминайте, как эта птичка поёт. Вот как она произносится, имеет имя какое, так она и изъясняется с этим миром. Или, например, слово «шелест». Это всё слова, которые перекочевали в наш лексикон из Сензара. И на самом деле, если мы произносим какие-то слова, и они повторяют явление, то через произношение этих слов мы можем управлять этим явлением. Может быть, сложная фраза, но я её повторюсь ещё раз. Если мы слышим, повторяем явление и называем его так, как оно звучит, то потом, повторяя это явление языком, мы можем на него воздействовать, видоизменять и привлекать, когда оно нам нужно. Вот сказка показывается. Вот и взбурлила там, например, путча какая-нибудь, да, и разошлись воды там какие-то, и всё там, 33 богатыря, сияя, да, в латах, в кольчугах вышли. Почему так? Да потому что слово всегда, когда ты говоришь, оно, во-первых, имело смысл, то есть оно носило аббревиатуру, то есть расшифрованный смысл. Второе, оно повторяло явление, если мы говорим о Сензаре. И третье, если мы уж слово произносили, то оно имело весомую нагрузку, не просто смысловую, а энергетическую. Потому что, ещё раз скажу, никаких моментов, связанных с лепетанием языков, у наших предков не было. Даже посмотрите на наших бабушек-дедушек, крайне немногословный народ. Вот я в деревню, участок своей бабушки ездила, да, они в конце дня рабочего на лавочках собирались, они больше молчат себя, чем разговаривают. То есть они отдыхают на лавочках после трудового дня. Да, там что-то, какие-то темы обсудят и всё, но это не то, что сейчас, да, не расцвет нашего бездумного изъяснения языком. То есть получается, что Сензар вообще — это линейное письмо. То есть оно не просто на произношение. Вот помните, как нотный стан выглядит? То есть там есть, господи, линии, да, на которых располагаются ноты, нотное письмо. То есть здесь Сензар, он также располагался. И высота расположения буквы говорила о том, как произносить нужно. То есть, например, величина буквы тоже показывала, как нужно произносить. Например, если это, там, дающая характеристику, там, долготыри, да, или ещё чего-то, как мы глухо произносим, или, например, звонко. То есть по этому письму, по положению буквы на линиях было понятно, как произносить так, чтобы это явление было открыто, понятно для Вселенной и для всех, кто его услышит. Представляете, как много потеряно? Это же вообще нужно всё восстанавливать. Причём буквы, которые писались, они повторяли положение языка, нёба, вот того язычка, которое вот там. Нам говорят, что он сейчас якобы для того, чтобы трахея закрывалась. Это неправда, потому что у нас было два пищевода. Один вёл в щелочной желудок, который сейчас выхолощенный, превратился поджелудочной железой, а второй – это наш желудок кислотный. То есть вот этот язычок, который там есть, он тоже определял положение ротовой полости, положение челюсти, вообще всего речевого аппарата. И вот это положение языком как раз определяло конфигурацию буквы. Представляете, как глубоко. То есть ты смотришь на конфигурацию буквы, ты ставишь так язык и положение своей челюсти, всего, что у нас здесь есть в речевом аппарате, и этот звук проявляется. И с той звонкостью, глухостью, не знаю, сколько-то децибел, это всё проявляется вот так, как ты смотришь. То есть линейное письмо Синзара – это великолепная вещь, и мы должны это восстанавливать. Ведь это не то, что это утеряно навсегда. Если ты знаешь как-то, ты можешь восстановить это всё. Вот если найдётся человек, который способен это всё вернуть, я готова сотрудничать, я буду просто восторг. Потому что у нас сейчас вот за фонетику, за лингвистику никто особо не берётся. Ну, потому что все вот барахтаются в пределах нормы, вот как система разрешает, и дальше никуда. То есть если мы научимся произносить правильно звуки, конспектировать их, превращать в письмо, то мы можем управлять вообще всем. Вот помните, наши бабушки, они знали, что, какую молитву проговорить, чтобы, например, дождь прошёл. А почему? Это как кармный культ такой сохранился. Но это именно не просто так, а потому что они знали, что сказать, как сказать, какое слово. То есть если ты кодовое слово произносишь, то есть правильное повторение этого слова ведёт к положению ротовой полости такому, что этот звук будоражит во Вселенной некое явление. То есть вот так построены молитвы. Они построены не на том, что просто что-то сказал, а потому что явление связано с положением и произнесением. Это сензар. У нас всегда было открытое словообразование, которое нам нужно возвращать. Что такое открытое словообразование? Это открытые буквы. То есть когда, например, у нас там 30 с лишним букв, но это ничего, это вообще не считается. То есть это у нас вообще встречается 151 знак вообще во всех известных нам культурах. 151 знак. То есть получается вот эта малость, которая у нас сейчас есть, она ничего нам не даёт, потому что мы как замкнутая система. Да, она может быть и равновесна на данный момент, но это не значит, что мы не можем выйти за. То есть у нас существовало открытое буквообразование и открытое словообразование, потому что каждая буква имела смысловую нагрузку. Вот нам сейчас это нужно опять же возвращать, потому что, смотрите, буква — это не просто буква, вот чтобы вы понимали, как на самом деле рисовали, как вообще появились буквы. Вот смотрите, есть такой опыт, когда вы берёте пластиночку металлическую и тонко дисперсно такой прям песочек сыпете и начинаете смычком проводить, и появляются некие символы. Так вот часть символа работает как символ весь. Буква — это часть вот этого символа. То есть вы, произнося определённое слово или букву, пропевая рядом, например, с этой пластиной, или, например, другие какие-то резонансные ситуации, создаёте, то есть то явление, которое вы произносите, оно в виде рисунка появляется на пластине. И часть этого рисунка берётся, и вот она — буква. То есть понимаете, как это всё было? Буквы, они не просто так. Вот наши кириллицы, вообще Кирилла и Мефодия, таких вот товарищей в истории не было. Это всё подстава, то есть это не существующие персонажи. То есть нам изменили язык, нам обрезали наше вообще всё заповедание, что было, и мы сейчас вот просто вот в таком квадратике находимся, хотя мир многообразен. И вот на самом деле нам нужно возвращаться к нашему правильному языку, но не через добавление бессмысленных символов, а через опыты, которые будут говорить, что если я, например, носовое, горловое А произношу, у нас было 6 или 8 букв И, я сейчас затрудняюсь, я так не могу точно воспроизвести информацию, у нас было огромное количество букв И. А вы попробуйте сейчас дифференцировать. У нас сейчас одна буква И и до свидания. То есть мы не располагаем теми инструментами, которые могли бы изменить наш мир колоссально. Мы все где-то вот в границах системы барахтаемся. И получается, что в данном случае те символы, которые присутствуют, они исцеляют действительно. И даже те буквы, которые есть во всей светлой грамоте, 147 символов, они очень интересно показывают, показывают, что мы можем с ними работать, действительно рабочий материал. Потому что, несмотря на то, что они не являются исключительно правильным нашим проязыком, но там есть истина, и действительно он влияет гармонично. То есть, представляете, такое количество символов, 147, ну плюс Абрамов Шубин, который привнес эту всей светлую грамоту, он, конечно, не все символы привнес, там еще есть символы, относящиеся к боевой яге, то есть к боевому языку, которым уже владели люди, которые противостояли нашим захватчикам. То есть наша задача не просто какие-то символы брать на вооружение, а брать их в зависимости от того, как мы их добыли. То есть они не должны быть бессмысленным, каким-то там черты, резы и так далее. И получается, что каждая буква вот замечена, что все, что ты говоришь, влияет на биологию. Это открытая информация, это можно в интернете найти, что произнесение того или иного звука, той или иной буквы, влияет на строение белков в нашем организме. Мы белковые существа. И естественно, раз это так, то все, что мы произносим, и даже если какой-то символ, например, есть, знаете, носят букву какую-то вот здесь на цепочке или на ниточке какой-нибудь, ну, первая буква вашего имени. Это не просто так, это не традиция, которая просто так. У нас действительно буквы всегда несли какую-то смысловую нагрузку. И не просто нагрузку, а божественное проявление. Потому что если ты выбираешь геометрию вот этой пластины по определенным числам, да, то есть она не квадратная, например, там шестиугольная, семиугольная, то есть это семиугольник, да, там восьмиугольник, девятиугольник, то есть разные пластиночки. А число всегда связано с божественным провидением. То есть ты через эти числа понимаешь, на каком языке, через какую букву боги с тобой будут разговаривать. Всё очень взаимосвязано. То есть число, помнишь, миром правят числа и их соотношение. Число проявляется, синхронизируется с рисунком. Рисунком, часть этого рисунка — это и есть буквы, то есть проявление божественного начала. И когда мы вешаем здесь себе символ, связанный с нашим именем, да, только правильным именем, которое определяется по праву рождения, по старому нашему колодарю, или то, что сейчас называется календарь, вот это сила, и вот это влияет. А современная кириллица, уж простите, в ней ничего здорового нет, потому что буквы либо обрезаны, либо они написаны не совсем в правильном ракурсе. Ну хорошо, наша задача не просто рассказать о том, что это вот так, да, но ещё разобраться, что же с этим делать. Дело в том, что всё, что у нас с отрицательным смыслом, это можно вытащить из своего организма. Я всегда сторонник того, что у любой задачи есть решение. Абсолютно у любой задачи есть решение. Даже если у задачи нет решения, то это тоже решение. То есть я считаю, что не бывает безысходной ситуации. Вот нас всё время подводят к той черте, что как будто бы мы беспомощные, что мы ничего не можем, и вообще мы такие, которых надо спасать. Не надо мне это рассказывать, я всё знаю. Проходила через такие тернии к звёздам, которые смертно мы не снились. И получается, что в этой ситуации мы можем из всего этого бардака вырваться. То есть даже те наговоренные отрицательные потенциалы, которые попадали в наш организм при неправильном произношении, а, к слову сказать, вы знаете, что весь наш язык построен на отрицании. То есть мы вместо того, чтобы человеку предложить другой вариант, не тот, который он хочет, вместо того, чтобы сказать «да, но позже» или, например, «слушайте, ну давайте по времени посмотрим». Если получится, то хорошо. То есть мы даже в своей речи никоим образом не пытаемся обойти острый угол. Мы просто говорим «нет», там отрицание какое-то, это всё копится. А как это копится? На физиологии это вызывает напряжение органов. Вот вспоминайте массажи. Вот не все любят массажи, а, кстати, те люди, которые не любят массажи, они как раз слишком напряжены. То есть им массаж вызывает как бы боль завуалированная. То есть они могут не отмечать это, потому что у нас органы не иннервированы. То есть сейчас у нас такая слабая нервная система, которая не дотягивается до органов. То есть мы пока печени выблюнем из своего организма, мы вообще не поймём, что с нами что-то не так. То есть получается, что иннервации органов нет, но мы постоянно зажимаемся. То есть как проверить вообще, что мы зажаты? Вот возьмите новорожденного пупсика, ребёночка маленького. Вот ты куда ни тыкни, везде мягенько. Он сильный, он там пытается ползти чуть ли не с рождения, держать голову. Но ты трогаешь эти мышцы, они сильные, но они мягкие. И ты сквозь животик вот так можешь ливонечко палечку просунуть. Мышцы раздвигаются. Ему не больно. Он как спал, так и спит. Почему? Потому что мы не следим за своим организмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова